Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях понедельника 30 декабря вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глава города Алексей Копайгородский вместе с прокурором в Сочи Игорем Грязновым осмотрели дома номер 9, дробь 1 и 17 по улице Мацестинской. Там в квартирах льготников по их просьбам завершается точечный косметический ремонт. В подъездах завершен текущий ремонт. В двух местах были выявлены дефекты кровли. Они устранены в квартире Елены Башковой. Все работы почти завершены. На стенах появилась фактурная штукатурка и дома стало гораздо уютнее. Люди довольны. Довольны. Во время первого обхода жильцы дома номер 17 по улице Мацестинской попросили главу города сделать детскую площадку и установить уличные тренажеры для пожилых людей. Пожелания были учтены. И вы знаете, ко мне в гости внук приезжал, говорит, бабушка, а на Мацесте нет ни одного турника. А сейчас во дворе. Все, пусть тренируется. Спасибо. На Мацестинской помимо ремонта в домах прочистили и ливневую канализацию, поставили дополнительные опоры уличного освещения. Алексей Копайгородский заверил жильцов, что все эти работы не будут включены в тариф управляющей компании. То есть цифры в платежках не вырастут. Та ценовая политика, которая есть в управляющей компании, она снижена. Она более стала доступна. И их работы будут проводиться еще лучше, еще тщательнее и еще комфортнее. Основная часть работ будет завершена до нового года. В Сочи после реконструкции открыли прогулочную зону на набережной реки Сочи. Теперь там появилось благоустроенное место для комфортного отдыха и занятий спортом как для взрослых, так и для детей. Восстановлено порядка двух тысяч погонных метров бетонного ограждения вдоль реки Сочи. Рабочие также заменили брусчатку, бордюры, тактильную плитку. Велосипедную дорожку покрыли люминесцентной краской и теперь в темное время суток она светится. Больше стало фонарей и скамеек. В игровой зоне для детей установили игровые комплексы, скульптуры, персонажи из российских мультфильмов. Появилась и новая площадка для занятия уличной гимнастикой. Во время торжественного открытия на ней прошли показательные выступления сочинских спортсменов. Та спортивная площадка, которая была, она была маленькая и там людей не помещались. У нас там людей во много раз больше приходило, чем она способна была вместить. Она увеличилась практически в три раза. То есть заниматься спортом будет более комфортно. Пожалуйста, это все бесплатно. Комфортная зона в том плане, что все покрыто резиновым покрытием. В честь открытия набережной устроили забег. Одна из дистанций была 2020 метров в честь наступающего Нового года. Праздничные огни зажглись на главной детской елке Кубани. Губернаторская и маленькие гости подготовились тщательно к празднику. Кто-то превратился в богатыря, а кто-то старательно погладил казачий мундир. Вместе они закружили хоровод вокруг четырехметровой зеленой красавицы. Из районовой столицы Кубани приехали отличники, победители Олимпиады спортивных состязаний, дети из малообеспеченных семей, воспитанники детских домов. Поздравить малышей с наступающими праздниками пришел глава региона. Богатырь русский народный герой. А ты почему дракон? Просто же хотел одеть костюм. Улыбчивые счастливые со всего края. На главную детскую елку Кубани дети приезжают даже из самых далеких районов. Путешествие в сказку – награда за усердное учение, за достижения в спорте. Отличник Максим из кадетского корпуса уже в третьем классе знает, как настоящий казак готовится к празднику. Готовился, как форму может гладил. Здесь собрались и дети постарше, и самые маленькие гости первоклашки. Но независимо от возраста все одинаково верят в чудо и ждут главного новогоднего персонажа. Ты приехал, чтобы увидеть Дедушку Мороза? Да. Причем многие уже загадали желание, но не все признаются, что попросят у Деда Мороза. Зато у многих довольно-таки взрослые мечты. Какое желание загадал? В новый дом. В новый дом. На губернаторскую елку приезжают дети из разных семей. Есть и те, кто дома о таком празднике только мечтают. Приглашения получают и малыши из малообеспеченных семей, и воспитанники детских домов. В общем хороводе все дружны, ведь многие в пути в столицу Кубани уверенно решили завести новых друзей. И моих друзей нет, но я уже со всеми перезнакомилась. Микки Маус, Чебурашка, Снеговик, любимые сказочные персонажи становятся героями фотосессии. Хотя не все, кого ждали дети, приехали на праздник. А какой твой самый любимый сказочный персонаж? Ну, Спанчбоб. Спанчбоб? А как ты думаешь, он придет сегодня? Наверное. А вот кого точно ждали дети, так это губернатора. Они с радостью фотографировались с головой региона и долго не отпускали. И целыми делегациями, и по одному. Успели губернатора даже в хоровод пригласить. Все-таки новогодняя традиция. Маленьких кубанцев с наступающим праздником губернатор поздравил уже в зале. Вениамин Кондратьев пожелал детям быть активными, постараться хорошо учиться и запоминать каждый момент. Ведь в детстве самые яркие впечатления. Новый год – это праздник детства. Но вы меня поймете, когда станете уже взрослыми. Вы будете с такой ностальгией вспоминать и эту губернаторскую елку, и елку там, где вы будете встречать Новый год, эти подарки новогодние. Сегодня подарки вам дарит Дед Мороз. Это самые лучшие подарки. Потому что это подарки родом из вашего детства. И они с вами останутся на всю жизнь. А на самом деле, почему такая елка-то красивая и здесь она блестит, сверкает? И я уверен, там, где вы живете, елки блестят и сверкают игрушками, огоньками. Знаете, наверное, от ваших улыбок, друзья, от ваших непосредственностей. Вы зажигаете елку, и она отвечает вам своей улыбкой на вашу радость, на ваше желание по-настоящему порадоваться и елке, и Новому году. Я хочу пожелать вам всем здоровья, успехов, удачи с наступающим Новым годом и Рождеством. В этом году на праздник пригласили больше тысячи детей. Большинство из них на губернаторской елке впервые. Дети приезжают в составе больших делегаций из района со своими педагогами. Глава региона передал поздравления и родителям, и учителям маленьких гостей праздника. Я хочу поздравить с Новым годом ваших, конечно, учителей, ваших наставников, ваших родителей. Они так стараются, чтобы Новый год у вас был по-настоящему праздничным. Стараются больше, чем для себя. Они хотят, чтобы вы получили этот праздник, вы в первую очередь, а потом уже они. Это большое счастье, что они такие есть. Они вкладывают в вас самих себя. И когда радуетесь вы, радуются они. Вот это почерк нашего педагогического состава, наших учителей, наших родителей нашего края. И я хочу сказать еще раз им огромные слова благодарности и соступающим Новым годом и Рождеством. В ожидании торжества и волшебства малыши с восторгом встречают сказочных Деда Мороза и Снегурочку. Главные герои новогодних историй отправляют детей в сказочную страну Оз. В этом году спектакль «Волшебник изумрудного города» показывают впервые. «Волшебное здесь все, что видишь ты вокруг». Сразу после спектакля мальчишкам и девчонкам вручили подарки, главными из которых стали новогоднее настроение и вера в чудеса, которые обязательно случаются. Более трех тысяч юных сочинцев посетили елку главы Сочи. Приглашения на праздничное представление в зимнем театре получили одаренные ребята. Дети из малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Глава города принял участие в акции «Елка желаний». Ежегодная благотворительная акция «Елка желаний» проводилась во всех крупных торговых центрах города. Свои желания на таких вот открытках в Снегирях оставляли дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сделать подарок и исполнить мечту ребят могли все желающие. К акции присоединился и глава города. Исполнил желания трех ребят, в том числе и юной спортсменки Виктории Тофт. Алексей Копайгородский подарил ей ноутбук и сертификат на плавание с дельфинами. За чашкой чая Вика рассказала мэру о своих увлечениях. Несмотря на свой недуг, девочка-инвалид первой группы, она достигла хороших результатов в плавании. В прошлом году дебютировала в открытом Кубке Краснодара, заняла призовые места. А в этом году завоевала четыре золотые медали и одно серебро. Расти и развиваться Вике помогает только ее бабушка. И сделать такой подарок внучке ей, конечно же, было не под силу. Затем я ничего не ожидала. Самое главное, что я с мэром увиделась. В первый раз. Мы не ожидали такого большого подарка. В общем-то, бабушке даже как-то до речи пропало, что нас пригласят на елку. И мы увидимся с Алексеем Сергеевичем. И такие подарки, такие шикарные букеты. Это что-то, в общем-то, мы просто хотим поздравить всех с наступающим Новым годом. Всем здоровья, счастья, удачи. И чтобы мечты у всех всегда сбывались. А мечтайте, и мечты сбудутся. Новогоднее представление прошло в Зимнем театре. В холле для ребят прошла интерактивная программа с героями сказок, конкурсы и хоровод у елки. Также гости посмотрели спектакль по мотивам сказки Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Ее представили артисты Краснодарской филармонии. Всего прошло четыре таких представления. В общей сложности елку главы города посетили более трех тысяч юных сочинцев. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочи уже полностью одет в праздничный наряд. Работы по новогоднему оформлению улиц, площадей и зданий завершены. Готовность города к встрече Нового года оценил мэр Алексей Копайгородский. В Сочи теперь не темные ночи. Горожане и туристы уже гуляют по залитым новогодними огнями улицам курорта. Фотографируются у светящихся конструкций с детьми и охотно делятся впечатлениями. Создает атмосфера. Я думаю, здесь на Новый год вообще будет шикарно. Будет много людей гулять, много детей певать. Вот мы уже начали гулять, мы уже начали отмечать новогодние праздники. Оценил работу оформителей и глава города. Вечером Алексей Копайгородский прогулялся по городу. Мэра интересовала не только художественное оформление новогодних элементов, но и их безопасность. Ко всему прочему, они безопасны совершенно. Для детей это 12... От 12 до 24 года. Поэтому можно без опаски подводить детей и сажать. Муниципалитет приступил к подготовке курорта к Новому году в начале декабря. И сейчас каждый уголок Сочи оснащен праздничной иллюминацией. Город выглядит очень красиво, очень празднично. Площадь Навагенская мне очень нравится. Мы там с ребенком проводим много времени. И здесь данное сооружение тоже великолепно выглядит и в вечернее, и в дневное время. Очень приятно проводить время, очень приятно гулять и с детьми, и одной вообще великолепно. Каждый район старался украсить дороги, улицы и парки по-своему. Где-то по-особому подсветили здания и деревья, где-то установили сверкающие новогодние конструкции. Так что этот новогодний праздник в Сочи будет особенно ярким. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Дед Мороз рулит. В Сочи запустили автобусы желаний, за рулем которых зимний волшебник. Вот такая атмосфера царит в автобусах желаний, которые вышли на линию в канун Нового года. Они украшены гирляндами, в них звучат новогодние мелодии, а за рулем Дед Мороз. Пассажиры просто в восторге. Все, кто выходит, практически говорят спасибо за такой автобус, самый красивый. И самому радостно автобус нарядили, украшали, думали, как сделать, чтобы более красиво, и чтобы людям всем доставлять удовольствие, радость. Чтобы они ощущали новогодние праздники, Новый год. Снега нет, но ощущение есть новогоднее. Новогодний транспорт начал свою работу во всех районах города. На автобусе желаний можно доехать и до Лазаревского, и в Адлер, и в Красную Поляну. А Дед Мороз, Манвел Аганесян, работает по 87 маршруту, пластунка, бытха. В мешке у водителя сегодня не мелочь для выдачи сдачи, а подарки для юных пассажиров. Сочинцы от такой идеи в восторге. Но еще больше умиляются гости города, как, например, Манана и Йоханнес Хайль из Германии. Я увидела его, мы подходили к остановке, я говорю, мы в этот только автобус сядем. Обалдеть, настроение вообще чудо просто. Мы приехали издалека, и так приятно, у нас так не проходит Новый год, как здесь. Но здесь обалдеть, это настроение, это все. Такой автобус, это вообще шикарно. Спасибо вам большое. Все хорошо. Я желаю вам, все хорошо. Алис Гута. Вообще супер, понравился, да. Такой первый раз, вижу честно. Такого раньше не было. Вот, какой-то водитель особенный, походу, попался. Радостно, прям как попали в детство. Спасибо большое за такое утро. Приходится ехать на работу. Ну вот, настолько скрасил этот рейс, спасибо. Автобусы желаний запустили на линию и коммерческие автотранспортные предприятия, и муниципальное Сочи Автотранс. Приятно поздравили людей. Ну, в подарок дарим шоколадки, одним словом. Именные шоколадки. Ну, в Сочи Автотранс. Вот, такая шоколадка каждому пассажиру. Люди реагируют очень хорошо. Ну, нормально все. Люди довольны, автобус весь светится, все хорошо. Очень приятный сюрприз, конечно. Здорово. Такие маленькие сюрпризики, поднимают настроение. Очень приятно. Новогодние автобусы будут курсировать по городу до 9 января. Также в преддверии Нового года в Сочи прошли и песенные флешмобы. Пассажирам в автобусах под музыку поздравлял Дед Мороз, но уже со Снегурочкой. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 31 декабря в Сочи возможен дождь, температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 10-12 градусов выше нуля. Температура морской воды 12 градусов. В Красной Поляне тоже возможен дождь, температура воздуха ночью плюс 1-3, днем 6-8 градусов выше нуля. Продолжаем. В Троице-Георгиевском женском монастыре новая настоятельница. 26 декабря на заседании Священного Синода было принято постановление о назначении новой игуменьи. В минувшие выходные в Чин ее возвел епископ Сочинский и Туапсинский Герман. Поздравить настоятельницу приехал их глава Сочи. Троице-Георгиевский женский монастырь в селе Лесной был основан в 1999 году на месте храма великомученика Георгия Победоносца. В этом году монастырю, который является не только духовным и паломническим центром, но и популярным туристическим объектом, исполнилось 20 лет. Конец года завершился еще одним важным событием. По решению Священного Синода у монастыря теперь новая настоятельница. В Чин игумень ей возведена монахиня Дросида Саракапут. Божественная литургия по этому случаю и в честь годовщины со дня образования Сочинской епархии прошла 28 декабря. Ее провел епископ Сочинский и Туапсинский Герман. На мероприятии присутствовал и глава города Алексей Копайгородский. Я очень рад сегодня видеть Машу Котовику вас, потому что это та горлица, которая вылетела из гнезда вашего монастыря, который находится в станице Роговской Тимошевского района. Это наша кубанская игуменья. Хотел бы всех поздравить с этими знаменательными событиями и возблагодарить Бога за те его милосердия, которые нам Господь посылает. И поздравить всех с наступающим Новым Годом, поздравить всех с наступающим праздником Рождества Христова. Мы вам желаем крепости духа, сил, здоровья. Мы всегда рядом с вами. Дай Бог, чтобы всех тех, кто приезжал, они понимали, что здесь действительно особый город, особый дух, особая культура. И самое главное, вот то уважение и те культурные ценности, которые хранятся в душах и в сознаниях, умах каждого жителя, они только будут произрастать на благо нашего города и всей страны. Добавлю, что на территории женского монастыря находятся девять храмов. И в планах сочинской епархии возвести еще один большой храм по названию монастыря, Пресвятой Троицы и Георгия Победоносца, чтобы там проводить большие праздничные службы. К другим новостям. Краснодар принял соревнования по панкратиону. Всероссийский турнир на приз губернатора Краснодарского края проходит на Кубани второй раз. 270 участников из 10 регионов России состязались два дня. Спортсмены разыграли больше 50 комплектов наград. Больше всего победу сборной Краснодарского края. На открытии собравшихся в Дворце спорта Олимпо приветствовал глава региона. Сегодня для развития этого возрожденного спорта и других видов борьбы есть соответствующая инфраструктура, отметил Вениамин Кондратьев. Неважно, панкратион, либо другой вид единоборств. В первую очередь, это выносливость, это сила, это смекалка. Наверное, самое главное – это уважение к сопернику. Вот эти качества вам помогут в жизни быть успешными. Главное, чтобы у вас были возможности заниматься и панкратионом, и иными другими видами единоборств. Вот стратегическая задача моя, я уверен, в целом власти и в нашем Краснодарском крае, и в ваших регионах, откуда вы приехали, создать условия вам для занятия спортом, для занятия единоборствами. Тогда вот эти качества – выносливость, смекалка, сила духа, уважение к сопернику на самом деле поможет вам в жизни достичь высочайших-высочайших вершин. Панкратион отличается от других видов поединка использованием элементов из борьбы, бокса и других единоборств. На Кубани этим спортом занимаются тысячи молодых людей в различных секциях и школах. Сразу 11 спортплощадок открыли сегодня в Сочи. Многофункциональные гимнастические комплексы появились во всех районах города. А подробнее расскажет Ольга Десятого. Сегодня сбылась мечта сотен детей микрорайона Мацеста. На новой набережной открыли воркаут-площадку. О том, что она появится, знали давно. Гимнастический комплекс был предусмотрен проектом. Нам говорили, что будет очень много площадок, и дети целый год ждали ее, и наконец-то она открылась. Такая классная площадка, тут можно полазить, побегать, попрыгать, покататься. Воркаут открыли Дед Мороз со Снегурочкой. Площадка стала большим новогодним подарком для местных жителей. Кстати, проводить время с пользой здесь смогут не только дети. Площадка для уличной гимнастики – это отличная возможность бесплатно заниматься спортом в любое время года. И воркаут – это с английского. Ворк – это значит работа, а аут – снаружи. Значит, дети на свежем воздухе должны работать, заниматься гимнастикой, спортом. Спорт – норма жизни. Еще одна воркаут-площадка открылась сегодня в сквере фестивальной возле Дендрария. Кроме турников, здесь установили качели и карусели. Детей поздравили новогодние волшебники, которые приготовили для ребят развлекательную программу. Прикольно, появилась новая качалка, то есть тренажеры разные. Это хорошо, чтобы быть сильным, заниматься спортом. Я очень рада, тут можно ходить по выходным, по каникулам. А так я занимаюсь баскетболом, 4 года футболом занимаюсь. А я занимаюсь и все, это смешанные единоборства. А на улице Конституции отремонтировали футбольную площадку. Постелили резиновое покрытие, обновили ворота. Сегодня на обновленной площадке прошел финал новогоднего футбольного турнира. Допустим, сегодняшний матч мы проводим турниры среди дворовых команд. То есть удобно, допустим, детям не разъезжаться, допустим, на Мацейсту, какие-то микрорайоны, большие действия на стадионы. А именно близкие домов, районных домов, именно рядом с домом, в шаговой доступности каждого ребенка. Каждый из ребят получил заслуженную медаль за участие в турнире, а главное – возможность играть в футбол рядом с домом. Сегодня в Сочи во всех районах города открылись 11 спортплощадок. Они появились в центре Сочи, на Мацесте, в Дагомысе, Лао и Лазаревке и на двух улицах Адлера. Новые гимнастические комплексы стали большим новогодним подарком для всех жителей Сочи. До Нового года остались сутки с наступающим праздником. Сочинцев поздравил губернатор Вениамин Кондратьев и глава Сочи Алексей Капайгородский. Дорогие земляки, мы провожаем 2019 год. Для Кубани, для каждого из нас он был непростым, но очень важным. Нам многое удалось сделать, многого добиться. И я хочу сказать спасибо, слова благодарности каждому из вас. Потому что всего, чего мы добились, мы добились вместе. За ваш труд и любовь к родному краю, за ваши личные успехи на работе, в учебе, спорте, науке. Все вместе мы делаем наш регион лучше. Крепче, красивее. В этом году Кубань вновь собрала рекордный урожай хлеба. Наш край подтвердил статус ведущего аграрного региона страны. Гаранта продовольственной безопасности России. В уходящем году мы взяли хороший темп в строительстве социальных объектов. Школы, детские сады, спортивные комплексы нужны в каждом городе и районе, в станинце и даже в самом отдаленном хуторе. И мы будем их строить. Мы запустили важные проекты. Школа для одаренных детей в Краснодаре. Современный медицинский кластер. Центр Патриот. Уже сейчас мы закладываем фундамент нашего общего будущего. Будущего наших детей, внуков и последующих поколений. Ведь все мы хотим, чтобы они выросли сильными, здоровыми, успешными, счастливыми. Друзья, нам предстоит еще многое сделать. Многое сделать вместе и вместе решить немало задач. Чтобы в наступающем году каждый почувствовал изменения к лучшему. До Нового года осталось совсем немного времени. Давайте просто пожелаем счастья тем, кто рядом с нами. Скажем самые теплые слова своим родным, друзьям, самым близким людям. Я искренне желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, счастья, радости и удачи в каждый дом, в каждую кубанскую семью. Уверен, в наступающем году у нас будет еще больше поводов гордиться родным, краем и великой нашей России. С праздником! С наступающим 2020 годом и Рождеством! Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Это волшебное и удивительное время, на которое каждый из нас возлагает самые сокровенные надежды. Мне очень хочется, чтобы под бой курантов и звон новогодних бокалов в ваши двери постучались любовь, мир, добро и согласие. Чтобы грядущие праздники принесли вам исполнение всех желаний, улыбки и счастья. Мы живем и работаем в одном из самых прекрасных городов. Нас объединяет одна общая цель. Мы любим Сочи и сделаем все, чтобы с каждым днем он становился лучше, красивее, удобнее и комфортнее. Спасибо каждому из вас за самоотверженный труд, за вклад в развитие любимого города. Сочинцы – олицетворение добра и позитива. Вашими стараниями за курортом закрепилась слава гостеприимного солнечного города. Новый год – семейный праздник. Он объединяет самых близких и родных людей. Пусть 2020 год принесет в ваши семьи только самое хорошее, доброе и светлое. Положит начало новым замыслам и свершениям. Будет во всех смыслах успешным, стабильным и плодотворным. Знаю, что вместе мы добьемся всего, чего захотим. Потому что умеем работать, отдыхать, мечтать и уверенно идем в будущий год. С Новым годом! С новым счастьем! На этом я с вами и прощаюсь. Это наш последний выпуск новостей. В этом году мы снова встретимся с вами 9 января. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешиа и от имени всех сотрудников телекомпании «ФКТ» поздравляю вас с наступающими праздниками. Будьте здоровы и счастливы. Встретимся в 2020-м. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск.